мир всем будет с камеру зафиксирует а будет дубль номер два так сказать первый раз начал трансляции через буквально несколько минут звонок дверь там предшествия то врачи из официальных органов там нужно было кое-что спросить удивительный был визит вот даже переговорил с одним другом грани иначе как наверное харизматические духи точно не хотят чтобы я об этом говорил но это конечно шутка вот разное бывает касательно пробуждения да я начал говорить о том что вот подоплекает актуальностью да вот ее вызвало последнее пробуждение так называемое которое было в америке длилось примерно 20 дней это эсбери университет в штате кентукки методистская вислеанская организация образовательная в рамках ее в рамках колледжа там часовня там началось так называемое очередное пробуждение в 8 февраля вечером там было очередное служение собрание и она не стала прекращаться она продолжилась и в общем затянулась и под мелодичную эмоциональной душесчипательную музыку и группы прославления люди стали там опираться на сцену склонять голову свои некоторые стали поднимать руки и началось то что они назвали пробуждением вот но здесь конечно нужно сказать две вещи кратко же что если посмотреть на само это образовательное учреждение это под крышей методистской вислеанской церкви любой знающий церковную историю немножко джона уэсли его так называемое служение знают откуда корни растут собственно говоря потому что джон уэсли он был сам достаточно выдающимся пробужденцем который протаскивал идею пробуждения вот и здесь нужно только сказать что скальвинистской колокольни конечно он вдвойне было раминянина потому что мало того что он отвергал фактически оправдание вмененной праведности иисуса христа оправдал 10 отвергал действенную смерть иисуса христа наставил на свободной воле на кооперацию грешника с предлагаемой благодатью святого духа то есть он был армянианином в этом смысле спасение по свободной воле и кроме этого он еще верил в полную достижение полной освещенности в этом веке то есть в этой жизни в теле христианин может достигнуть и получение второго благословения когда человек получает большую уверенность и ощущение присутствия бога в своей жизни через определенное действие методу от чего собственно говоря вот это название методисты и у методистов вот такого рода вещи как пробуждение ревайвлс да по-английски происходит с определенной частотой в этом же самом учреждении в семидесятом году уже было пробуждение то есть для них это не редкость и тут я как-то пошутил в этой связи что у методистов и у харизматов у них как бы прерогатива на пробуждение то есть само по себе это уже вызывает сомнения почему спрашивается дух святой связан именно вот этим динаминационной принадлежностью к вот церкви методистов или же харизматов а я скажу почему собственно говоря у них это происходит только это не является действием а божьим это определенные манипуляции манипуляции манипулятивные техники эмоциональное воздействие использование не библейский голосолалии введение людей вот в определенное эмоциональное состояние когда они становятся подвержены к вот таким вот чувствованием остаться в часовне и не уходить оттуда конечно возникает вопрос где в писании мы находим а предписание того что или же даже описание пророчества того что вот грядут пробуждение люди не будут выходить из церковных помещений будут оставаться там на долгое время вот каким образом это свидетельствует о истинном действии духа божий если люди просто остаются в полусознательном состоянии ли там ну в состоянии экстаза в течение многих часов там там не это продолжался на самом деле долгое время вот и каким образом это должно свидетельствовать от действий духа святого что касается конкретного вот этого случая тем более уже сошел монет он уже закончился то есть даже статья википедии который описывает пробуждение вазбери говорит что он уже завершился там все говорится прошедшем времени асбери 2023 это было пробуждение уже в прошедшем времени если оно началось почему она закончилась почему она была в таком ограниченном временном промежутке много вопросов и обычно реформаты кальвинисты отмахиваются таких вещей как от назойливой мухи горсушке оставьте какое там пробуждение но у нас есть более серьезные вопросы чисто теоретического характера или же догматического возможно ли вообще пробуждение и должно ли нам ожидать пробуждение вот два таких вопроса то есть можем ли мы сказавшую но вот это конечно харизматическое вакханалия вот здесь также это какая-то методистская штучка что-то такое рукотворенное можем ли мы однако абстрагируясь от того что происходило в асбери или в каких-то других местах сказать что априори любые пробуждения это не настоящие пробуждения можем ли вы так сказать это один такой основной вопрос и второе должно ли нам христианам ожидать пробуждение вот и я хотел бы в начале поговорить больше о втором вопросе должен ли нам ожидать и по ходу мы поговорим о том что вообще означает пробуждение то есть что предполагать само слово не говоря о конкретных каких-то злоупотреблениях которые постоянно происходят у харизматов и соответственно вернемся к вот основолагающему вопросу меня было с интернетом так по поводу ожидание пробуждения я не вижу в писании предписание указание на то чтобы верующие ожидали пробуждение или же ориентированность жизни христианской церкви новозаветного народа божия к тому чтобы были пробуждения должны ли мы ожидать должны ли мы желать этого вот это очень интересный вопрос по моему убеждению мы не должны ожидать и мы не должны надеяться на то что будут пробуждение во первых что такое пробуждение пробуждение означает предполагать само слово что что-то было спящим до этого времени или находилась в литургическом сне какой-то сонливости вялости и вот сейчас грядет пробуждение то что-то что должно пробудиться ото сна у этого есть определенные библейские библейский библейская подоплека да восстань спящий и осветить тебя христос например а 14 стих в книги в послании к ефесиным апостола павла но там по контексту по контексту трудно выдавить ожидания пробуждения потому что там здесь в контексте апостол говорит об обнаружении тайных дел об обличении худых дел которые творят язычники и о том чтобы верующие не участвовали бесплодных делах тьмы но и обличали именно вот в контексте развлечения добра и зла в контексте хождения перед богом чистоте говорится посему сказано встань спящий воскресни из мертвых и осветить тебя христос он выше говорит все же обнаруживаемо делается явным от света ибо все делающееся явным свет есть посему сказано встань спящий и воскресни из мертвых и осветить тебя христос встань спящий интересно что Само это высказывание и ее происхождение, потому что там она заключена здесь в кавычке, как цитата из каких-то писаний, по этому высказыванию не существует единообразного мнения у толкователей, потому что одни говорят, ой, это указание на Исаию 60, некоторые говорят, ой, это указание на Исаию 28. Это в основном указывает на различные отрывки в пророке Исаии, но единого мнения по точной цитате, которую использует здесь апостол Павел, нет единого согласия. Поэтому для обсуждения такого феномена, как пробуждение, я не думаю, что это будет мудрым использовать именно этот отрывок, хотя мое убеждение, что, разумеется, верующие могут находиться в определенном сне, когда их требуется немного встрепенуть или же встряхнуть от их сонного состояния. Но производится это через обычное служение Слова, через наставление, через назидание, через проповедь Слова Божия, через то, что называется обычными средствами благодати, через увещевание, через наставление, через проповедь во времени, во время. Понятно, да? Контексты, оригинальный контекст, я склоняюсь к тому, что это, скорее всего, Исаия 60, восстань Иерусалим. Иерусалим там идет в кавычках, а в курсивом, потому что самого слова нет. И в контексте это как раз-таки речь идет о воскресении или же возрождении из мертвых Духом Христовым, когда пробуждаются грешники к новой жизни. Но каковы бы ни были наши воздействия о возрождении, посредственно оно или же непосредственное, происходит оно при посредстве слова, или же Дух приходит прежде, подготавливает почву, насаждает ухо слышащие и глаз видящие и так далее. В любом случае мы все согласимся на том, что такого рода пробуждение, если говорить об обращении, то есть пробуждение как животворение, животворящим Духом Божиим, как оживил вас Бог во Христе, это в Эфесянах, в том же самом послании, что речь идет об обращении. И обращение всегда в Писании происходит через служение слова. Тогда мы опять же возвращаемся. Пробуждение – это всякий раз. Если мы в таком понимании трактуем пробуждение, тогда это означает всякий раз, когда происходит обращение. Это и есть пробуждение. Может ли оно быть массовым? Мы не можем догматически этого отвергать. Петр проповедовал, три тысячи обратилось. А может ли быть такое сегодня? Я думаю, всемогущий способен на все. Но в любом случае это должно произойти в контексте проповеди слова. Проповеди слова и проповеди библейского благовествования. А это то, что очень сильно, явно, ужасно отсутствует в большинстве этих цирковей. Кстати, говоря об Эсбери в Кентакии, то, что там происходило. Я смотрел клип проповеди, с которой началось предполагаемое пробуждение в Эсбери. Там вышел перец, там руки в брюки, стоял позади пюпитра. Он стал ходить искать свой PowerPoint, указка. И он начал говорить о том, что любовь должна быть непритворной, что да будет любовь. Он сказал неплохие мотивационные вещи по поводу того, что мы должны любить. Он даже сказал, любите ли вы меня, обернитесь к соседу. Любишь ли ты меня, должна быть любовь. И он говорит, не оставляйте это в помещение, не выходите. Сегодня главный был посыл, чтобы все испытали любовь Божию. И он сказал попутно, там, многие правильные вещи, например, о том, что мы сами не способны на прощение, на любовь. Это должна быть любовь Божия. Да, да, все это от Бога и так далее. Благодать на благодать. Но при этом не было проповеди самого Евангелия. А именно, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Вот этого не было. Не о заместительной жертве, не о том, что произвел Бог во Христе. Об этом не было. Сказано было о том, что должна быть любовь, что любовь должна быть реальная, что любовь должна быть от Бога. И что мы должны все ее испытать и вкусить. И он сказал, что не уходите до тех пор, пока вы не испытаете ее. После этого, в конце его проповеди началась мелодичная игра на клавишных. Харизматы умеют это делать. То есть, создать соответствующий настрой. И после этого там люди стали, кто-то стал плакать, кто-то всхлипывать, кто-то что-то. И вот это вот так называемое богослужение, я называю так называемым, и так называемое прославление, оно продолжилось. Продолжилось и до ночи, и за полночи, и все. Потом стали приходить сообщения. Вот там у нас происходит ничто иное, как ревайвал, пробуждение. Люди стали приезжать. Да вы знаете, тут такое движение Святого Духа. Потом пошли уже инструкции, как получить Святого Духа и говорить на языках. И обычная харизматическая лабуда. Что касается Асбери. То есть, если мы рассматриваем пробуждение, как воскрешение из мертвых, встань спящий, да? И воскресенье из мертвых, и осветить тебя Христос. Именно в таком. То это должно происходить или же происходит не иначе, как в контексте проповеди Евангелия. Как, и когда, и в какой мере определяет Бог. Как, кому уделил Бог. Это все прерогатива Бога. Окей? Под пробуждениями, однако, есть еще некоторые концепции, которые мне нужно хотя бы кратко оценивать. Перейдем к основному тексту, который я избрал. Смотрите, пробуждения вообще были исторически, феномен пробуждений, в странах, где доминировали церкви, скажем так, национального порядка, земельного толка. Например, англиканская церковь. В Новой Англии, в Соединенных Штатах, в начале 18 века, это были среди церквей Пуритан, детокрещенцев, где фактически все принадлежали, все члены общества, которые там жили так или иначе, принадлежали церкви. И, соответственно, исходя из вот такого представления о численности членов церкви, конечно, изрядное количество людей можно назвать спящими. Некоторые буквально спят на проповедях. Это феномен, который печаль для проповедников раздражающий. Некоторые буквально спят, потому что им неохота здесь быть. А что делать с ними? Их надо как-то пробудить. И вот здесь немножко входит такая пуританская, чисто пуританская концепция пробуждения, как не обращение в полном смысле этого слова. То есть, если рассматривать, что до порода времени мы как бы спали, или же мы находились в мертвом сне, и Дух Святой животворил нас и воскресил нас со Христом, это библейская позиция. У пуритан была несколько другая позиция, которая говорила, что пробужденный грешник – это не обязательно еще обратившийся, но это грешник, который встревожен, который пробудился, и он понимает, что он находится в руках разгневанного Бога. Что вот-вот жизнь ему может прекратиться, и он предстанет перед всемогущим, и ему надлежит дать отчет. За всякое праздное слово, за всякое дело и так далее. Бог приведет всякое дело на суд, и ему нужно что-то делать. И вот они говорят, государь, что нам делать, чтобы спастись? Они должны выламывать двери церкви, они должны что? И вот тут уже служитель должен показать им дорогу к Христу. На самом деле, если вы возьмете произведение «Путешествие пилигрима», «Путешествие пилигрима» Джон Буниан на самом деле описывает классический пуританский подход к благовестию, который разделяется на две части. Вначале вызвать вот это вот состояние пробужденного грешника. Это еще не спасенный, это еще не обращенный, но пробужденный, который обеспокоен о своей душе. Что мне делать, чтобы спастись? И вот потом как бы наступает вот эта вот вторая фаза, когда он уже подходит к Голгофе, подходит к Христу, и там падает груз, помните, да, со спины, с плеч этого странника пилигрима. Вы скажете, подождите, это все напоминает Писание? Во-первых, филиппийский страж говорил, что нам делать, что спастись. И во время проповеди Петра люди также сказали, что нам делать и так далее. И Петр указывал, чтобы покайтесь и докреститься каждый из вас. Проблема, однако, с этим заключается в том, что если мы говорим, что пробужденные и есть уже возрожденные, и ищущие, это те самые, которые уже возрождены, и они на самом деле уже являются спасенными, если хотите. Но не в полной евангельской мере им еще надлежит услышать Евангелие своего спасения. Они уже возрождены. И это те же самые люди, которые обратятся, услышат многие и обратятся. Там может происходить определенный временной промежуток между тем, как человек начинает искать или чувствует какое-то угрызение или какой-то сокрушенный. Но тот же самый сокрушенный, тот же самый нищий духом, он же и есть блаженный, его и есть царствие. У пуритан иногда это разделялось. Они говорят, некоторые начнут искать и так и не найдут. И это тоже было связано с некой предшествующей концепцией связи между природой и благодатью. Это томизм, это вообще римский католицизм. Джон Уэсли, когда строил свое вот это богословие пробужденчества, он во многом опирался именно на представление о том, что человек делает по природе и что он потом достигает некой благодати. И хотя, так же как католики, он использовал представление о том, что и первичное побуждение тоже как бы от благодати. Тем не менее, Бог в этой концепции смотрит на искренние старания, искренние ожидания повторного благословения, искренние попытки. Ожидайте, ждите излияния и так далее. И если ты будешь делать все правильно, следовать методу предписания, у тебя будет пробуждение. Если вы будете молиться, поститься, браться за руки, устраивать почасовые цепочки, молитвенных воинов, стоять в проломе, то пробуждение неминуемо придет. Оно должно прийти. Джонатан Эдвардс, кальвинистский евангелист, тоже не избежал этого, потому что он верил, что история христианства идет по пробуждениям. Он много написал на этот счет, я не все из этого читал, признаюсь, но я с ним концептуально не согласен. То есть, если рассматривать Иосию как пробуждение, Пятидесятницу как пробуждение, другие периоды как реформацию, как пробуждение. Если даже мы согласимся, что это были определенные массовые обращения, мы можем трактовать их как определенный возврат к библейским путям. И если возврат к библейским путям, в первую очередь к проповеди библейского евангелия происходит, то происходит обращение, люди обращаются и созидается церковь. Но мы сейчас приходим к тому, что должно делаться в любое время. И вот один из текстов, который, по моему мнению, очень хорошо обращает внимание на западню пробужденчества даже для кальвинистов и реформатов. Потому что у меня есть друзья, которые говорят, ну Ренат, ты же не можешь догматически осуждать напропалую, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг Господь сегодня устроит то, что он делал две тысячи лет назад. Разве Господь не в силе это сделать? Он, разумеется, в силе это сделать. И он точно не будет советоваться с Ренатом Ильясовым на этот счет. У меня нет такой блажи думать, что я имею окончательное слово. Но что я хотел бы отметить, что ожидания каких-то сверхъестественных вещей всегда неминуемо отводят наши взоры с того, что нам должно делать. Будет результат или не будет. Потому что библейский акцент состоит в том, чтобы не давать покоя руке твоей, чтобы утром сеять семя твое. Ты не знаешь, хорошо это будет или худо, будет толк или нет. Как апостол Павел говорит, настой во время и не во время. Мы не знаем, какое время. Будет ли из этого толк? В этом есть определенная рутина. А людям хочется что-то волнующее. Вот смотрите, Экклезиаст 11 глава. Здесь 4 по 6 стихи привлекают наше внимание. Но я хотел бы начать даже с 1 стиха. Здесь написано, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Отпускай хлеб по водам. Считается, что это указание не на какой-то суеверный обычай, отраженный, например, у Марка Твена в Томми Сойере. Вы помните, отпускали хлеб по водам, и он там остался возле, якобы должен остаться возле утопленника. Отпускать хлеб по водам, это означает, опять же, вести торговлю мудрую, исходя из того, что ты должен заниматься вот этим ремеслом, для того, чтобы обеспечить пропитание в периоды трудные. Потому что ты не знаешь, что наступит. Заготовляй. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. То есть, занимайся полезной трудовой деятельностью, как говорили при Советском Союзе. Третий стих говорит, когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Это ссылка на то, что когда Бог производит какое-то деяние, оно могущественно, оно существенно, и тут уж ничего не поделаешь. Бог так сделал, никто выпрямить не может, никто не может изменить то, что Бог сделал. И дальше он переходит к следующему. Кто наблюдает ветер, четвертый стих, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости в очлеве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все. Вот это, возлюбленные, является непосредственным указанием на таинственный, мистический процесс творения новой жизни, в которую за эту завесу мы не можем войти. Тут написано, как ты не знаешь путей ветра. Он не видим. И того, как образуются кости в очлеве беременной, так не можешь знать дело, которое делает все. И далее говорится, утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачное, или то или другое равно хорошо будет. Утром сей семя твое, семя Евангелия, и вечером не давай отдыха руке твоей, так же трудись и готовься, потому что ты не знаешь. То есть, в сухом остатке, без слишком подробного рассмотрения этого текста, мы можем вынести следующее. Мы не знаем, как делает все Бог. Он возложил определенную обязанность на церковь проповедовать. Учить. Научать. Он, кстати, присоокупил обетование. Сея с вами до скончания века. Смотрите, вред пробужденчества в любом виде, даже в реформатском, как у Джонатана Дворца. Бросает тень на это обетование. Христос говорит, сея с вами до скончания века. Получается так, что большую часть времени церковь находится в настолько дохлом состоянии, что требуется какой-то эсбери в Кентокии, для того, чтобы оживить ее. Почему-то она оживает на 20 дней, потом она снова уходит в литургический сон. Почему? От того, что у вас большое количество необращенных, но, может быть, в ваших церквях действительно очень большое количество необращенных. Может быть, вы сами необращенные. И как они будут обращенными, если там просто приятная, хорошая музыка в стиле хиллсонг, мотивационные спичи о том, что хорошо было бы любить, испытывать любовь Божия и так далее. И всякого рода другая лабуда, которая не имеет, собственно говоря, никакой спасительной силы, потому что не является библейским Евангелием. Кто наблюдает ветер, тому не сеет, и кто смотрит на облака, тому не жать. Вот смотрите, здесь образы, которые должны быть хорошо понятны, в особенности людям, в то время, которые работали на земле. Фермер, христианин, который трудился на земле, они все прекрасно осознавали, если Господь не пошлет дождя, труды будут напрасны. Если не будет определенного ветра, который нагонит эти облака, чтобы пролился дождь и так далее, то тоже все пойдет прахом. Но если ты будешь стоять и смотреть на небо, и думать, будет ли дождь, надо вот, чтобы что-то было, нужно к этому стремиться, это не от тебя. Тебе Бог дал определенное задание. А именно, через обычные средства, через то, чтобы сеять семя, не давать покоя руке своей, через то, чтобы трудиться, Господь усмотрит этот результат так, как Ему угодно. Понятно, да? Это не является чем-то новым. То, что я говорю сейчас, но это не производит никакого фурора. Я понимаю, что это, возможно, скучно. Это опять рутина. Проповедуйте с воскресенья в воскресенье. Все пасторы знают, как это может быть нудно, нудеть что-то из воскресенья в воскресенье. И не видеть при этом никаких особых результатов. Это не означает, что мы не должны сокрушаться, что и не должны, как бы, искать того, чтобы проповедовать лучшее, и чтобы больше было силы и присутствие Духа Святого. Чтобы все это производилось действительно в силе Духа Святого. Не просто как слова человеческие, не просто как лекции. Чтобы говорящий говори, как слова Божьи. Постоянно я об этом думаю. Является ли моя проповедь просто какой-то вентиляцией, или же я как определенное средство для того, чтобы передавать Слово Божие. Мы все должны об этом думать. Мы все должны молиться, проводить время на коленях. Все это стоит на своем месте. Но Господь дает этот хлеб, хлеб Евангелия, через трудящихся. Помните, трудящийся достоин пропитания. В контексте это кто? Пресвитеры. Они же сравниваются с валами. Почему Павел говорит, не заграждай рта вала молотящего? И он говорит, а валах ли печется Господь? Валы, которые должны были по кругу ходить, и таким образом молотить, вымолачивать пшеницу, зерно, чтобы оно выходило из колосев. Он говорит, не заграждай рта, потому что он в этом участвует. Это его работа. Работа достаточно нудная. Работа медленная. И он, поскольку если он в этом завязан, у него на самом деле не остается времени и силы для какой-то другой работы. Поэтому, конечно же, он должен и есть от этих плодов. Там речь идет о церкви, о том, что она должна поддерживать пресвитеров. Но смысл в чем? Пресвитеры должны пахать, и, как говорится, во время, не во время. А вот будет дождь, когда он будет, ранний или поздний, это уже зависит от Бога. Наше же дело делать то, что мы должны делать. Пробужденчество, еще раз говорю, оно все-таки заставляет искать нечто, нечто, нечто. Где-то на стороне левое. И пренебрегать обычным служением. А такие, как методисты и харизматические шарлатаны, они всегда представят вам схему. О, мы скажем вам, как сработает пробуждение. И они представят вам целую методу, схему, как вызвать пробуждение. Так же, как жрецы Ваала будут прыгать, скакать, будут взывать, войдут в определенное вот это состояние френзи, эмоционального замешательства. И там, глядишь, какая-то будет какая-то коллективная паранойя, и что-то они там испытают. Но это не то, что называется настоящим настоящим пробуждением и обращением. Надеюсь, что вот это было полезным. Да, последнее. Самый, как бы, главный вопрос. Я хотел сказать, что, поскольку я не верю в продолжение апостольских даров, догматические, не верю. Когда сегодня здесь мне кто-то скажет, вы знаете, на языках заговорили, я говорю, слушайте, это все абсолютно лабуда. Они говорят, ты не можешь быть уверен. Я могу быть заранее уверен, что это лабуда полнейшая. И есть на то причины. Потому что все это прекратили, все эти умолкли. Пришла, наступило совершенство. Полнота. Это полнота откровения в Писании, в завершенном каноне. Здесь я догматик. Поэтому все всякого рода знамение сегодня это абсолютное шарлатанство. Я это догматически отвергаю. И те, кто меня знает, об этом тоже знают. Но вот в чем соль. Что касается того, могут ли быть, например, массовые обращения, которые бы действительно вы сказали, о, вау, покаялось такое-то огромное количество людей? Конечно, может быть. Бог и сегодня может двинуть мышцу свою и показать чудеса своей силы. Однако, в чем я убежден? Что если это будет происходить, истинные обращения, истинные пробуждения из мертвых будут происходить в контексте проповеди истинного Евангелия. А это то, что отсутствует в Эсбери, Кентаке, отсутствует у харизматических шарлатанов, отсутствует в большинстве организаций, которые имеют вывеску христианская церковь. Потому что они проповедуют все, что угодно. Мотивацию, вот этот Ник Вучич приезжал, они говорят иногда полезные моральные вещи, но они не проповедуют Евангелие Божьей благодати. И, соответственно, там не будет никакого пробуждения. Вот об этом хотел сегодня поговорить. Господь да благословит нас всех. Аминь.